Добрый день, в эфире очередная передача Спроси Каббалиста и со мной в студии, как всегда, профессор Михайлов. Добрый день, профессор. Я бы хотел начать передачу со своего вопроса. Обычно я готовлю вопросы с интернета и с вашего блога. Я просто был свидетелем недавней вашей беседы с одним из сценаристов, в которой вы говорили о взаимоотношениях мужчины и женщины, когда они лежат в одной постели и не могут друг другу повернуться из-за своего эгоизма. То есть находятся в раздоре между собой, отвернулись друг от друга, хотя вынуждены спать в одной постели, но они даже не спят, оба наполнены ненавистью друг друга и в таком напряженном состоянии. То есть они бы хотели объединиться, повернуться, но есть какая-то сила, которая им не дает это сделать. Это очень был удачный пример нашего эгоизма. Я бы хотел задать несколько вопросов, или могли бы вы, может, как-то более подробно это рассказать? Ну, мне кажется, такое состояние, оно... Очень близко ощущается. Да, всеми нами может ощутиться очень явно. Мы можем представить себе такую ситуацию. Любой человек, который, даже не будучи замужем или женатым, может представить себе, потому что это эгоистическое состояние ненависти, отторжения, от другого, противоречия, противодействия другому, оно свойственно нам каждому. Даже практически подростки могут понять, что такое возможно. Так вот, какая сила может возникнуть внутри их, которая могла бы изменить это состояние? Как она возникает, эта сила? Нет такой силы в нашем мире, которая смогла бы по-настоящему помочь преодолеть этот взаимный эгоизм, взаимное отторжение, взаимную ненависть, противостояние их друг другу. Нет. Мы видим, что потом кто-то начинает забывать. Мы забываем. Надо вообще отдельно, может быть, поговорить, а что значит забывать? Стирается во мне острота ощущений. Что за это происходит? Это не просто время работает. Что значит работает время? То есть во мне происходят какие-то внутренние процессы, которые специально помогают мне удалиться от того состояния и перейти в новое. Если бы эти процессы не были, то я бы оставался в прошлом состоянии. И у меня бы не было забывания предыдущих состояний. Так вот, или они забывают, или внешние какие-то воздействия происходят такие, что они вынуждены с ними мириться. И как-то начинать снова контактировать между собой. Твой жизнь заставляет и так далее. Мы понимаем все эти возможности, которые существуют у такой пары. И в итоге мы видим, что люди все равно уживаются в основном. Ну, конечно, и разводятся. Но вся наша жизнь из таких и состоит состояний. Когда мы спидой друг к другу, или полуоборотом, или один больше, другой меньше. Иногда поворачиваемся друг к другу и снова разбегаемся друг от друга. Что нас может по-настоящему повернуть лицом друг к другу и соединить вместе так, чтобы мы чувствовали, что мы представляем собой одно целое. Это ведь является как бы символом любви. Так ведь? Как будто в одном теле, в одном сердце, в одних мыслях, в одних чаяниях. Все одно. Ну да, когда ты живешь желаниями вот этого любимого человека. Когда ты живешь в нем, он живет в тебе, и вы представляете собой одно единое целое. Как в Библии сказано, было одно творение, называемое Адамом, а потом оно разделилось на два. И в итоге вот это вот наше разделение на две части, оно постоянно нам показывает, насколько мы несовершенны. Ушли от того вот совершенного состояния, когда мы были как одно целое, как одно творение. И сейчас мы должны как-то найти в итоге путь соединиться вместе. Мы видим, что разъединение, отторжение полов, семьи, разбиение, кризис семейный, кризис детей, родителей и так далее. Это все ведет к тому, чтобы показать нам остроту этого вечного вопроса. А семья, она является самой основной ячейкой человечества. Без нее ведь не будет продолжения жизни. То есть, представляете, если сегодня уже очень много людей не хотят рожать, не хотят создавать семью, то, допустим, все так захотят. Значит, мы через какое-то количество лет прикроем жизнь на земле. Просто она закончится. И все. Есть такие страны, как Россия, в которой катастрофически падает население. И ничего уже нельзя сделать, говорят. Как ты не будешь возбуждать население, оно уже не возбудится. Потому что существует такая инерция, существует такое отношение уже к жизни, и такое отношение к детям, и такое отношение к семье, которое ты уже не сможешь перебороть. Вы считаете, это следствием эгоизма? Это следствие эгоизма и, конечно, изощренного отсутствия правильного воспитания. Когда людей постоянно угнетали антиприродными всевозможными методиками, теориями, загоняли в лагеря, в тюрьмы, уничтожили 40 миллионов во время насильственного социализма и так далее. То есть все это сделали так, что человек просто не хочет ни о чем думать. Он хочет нормально ради себя существовать, наполняться каждую секунду какими-то наслаждениями, причем самыми простыми, самыми низкими, самыми доступными, которые он вот сейчас берет, покупает и ощущает. И все. А к чему это ведет? Ну, когда мне все эти наслаждения надоедят, у меня останутся наркотики. Давайте вернемся к той силе, которая может вот этих двух людей вытянуть. Вот когда все-таки в нас возникает вот это противостояние огромное, и мы начинаем осознавать, что одновременно с ненавистью взаимной нет иной проблемы в моей жизни. Она самая главная. Если я ее решу, то я обрету счастье. Не счастье в бизнесе, в какой-то карьере, не в деньгах, не в мимолетных увлечениях, не в том, что я покупаю для себя все, а счастье в том, что я складываюсь в одно целое, соединяюсь в одно целое с другим, любимым человеком. Такое чувство, которое мы не можем ни купить, ни получить. Это как мать относится к ребенку. Это нельзя никак передать никому. Так вот, когда у человека возникнет такое ощущение в необходимости любви, не ввиду внешних обстоятельств, а потому что он почувствует, что в этом у него есть стимул для жизни, ради чего жить. А без этого жить незачем. Настолько. Тогда у него появится необходимость найти ту силу, которая все-таки даст ему возможность соединиться с другим в одно единое целое. Вот тогда люди найдут эту третью силу. В них самих нет. Они два эгоиста. Они полностью реализуют себя именно в том, что повернуты друг другу спиной. Отвернувшись друг от друга полностью. Отдалившись внутренне, хотя лежат рядом. Они отдалены друг от друга просто с севера на юг. Ну, максимально. Бесконечность между ними. Хотя, в принципе, хоть и рядом лежу, но ощущаю бесконечность. Вот эта вот близость физическая и разрыв бесконечный внутренний, чувственный, со взаимной ненавистью. Он, конечно, является естественным лишь для человека. Нет ни у кого в природе такого. Животные, даже когда они ненавидят друг друга, у них ненависти это и нет. Вот когда мы видим, как они борются друг с другом, самцы, между собой вступают в борьбу, они друг другу не вредят. Они просто показывают друг другу, кто сильнее, и тот завоевывает себе самку. Вы знаете, вы часто говорите о ненависти, а мне больше знакомо чувство безразличия, можно так. То есть мне вообще просто безразличны все эти люди, миллионы, которые там сейчас, не знаю, в Японии, 10 тысяч. Нет, я не говорю о ненависти. У меня нет к ним ненависти. Нет, я говорю о том, с кем ты в постели. Ты с этого начал. Ну да. Зачем? Нет, нет. Ну, даже тем, с кем в постели. Я говорю вот об этом, я говорю только об этом сейчас. Значит, мне надо четко понять, что я здесь могу найти свое что-то общее, целое со своим партнером, такое, что между нами может возникнуть нечто высшее. Ощущение такого состояния, которого в нашей жизни нет. Насколько мать занята своим ребенком и насколько это ее наполняет, когда он малютка, находится у нее на руках. То есть это для нее вся жизнь. Мы можем ощутить в нашем взаимном вот таком вот сочетании друг с другом, с другим, с любимым человеком, состояние, когда мы поднимаемся выше нашего мира. Вот как у матери существует такое состояние. Ей не важен весь этот мир. Ей важно вот это вот ощущение нахождения в своем ребенке. Вот когда мы, вопреки нашему эгоизму, сможем соединиться с другим, тогда мы поднимемся между нами, между нами, на уровень, который выше вообще нас находится. На уровень, когда мы над своим эгоизмом поднимаемся, то есть над своей природой поднимаемся. И тогда мы ощутим себя существующими в ином измерении. То есть в природе есть такие силы, которые могут помочь это сделать? Это и есть единая сила природы, которая должна связать нас всех вместе. И в первую очередь должна связать мужчину и женщину в одно целое, как до грехопадения. Окей, а этот процесс это... В чем заключается грех? Грех заключается в том, что они начали разделяться между собой. Не надо представлять себе какие-то там половые контакты, это все неверно. Когда влез между ними змей, их эгоизм обоюдный, который разделил их между собой, как бы разрезал на две части. Вот этот вот эгоизм теперь нам надо, наоборот, обратить его в связь между нами. Чтоб связь между нами стала в величину этого змея сильнее. Обратить его в добро, обратить его в любовь. А как практически этот процесс происходит? Тогда, когда мы были взаимно связаны друг с другом, мы были просто как одно аморфное целое. Мы не ощущали ничего. А вот сейчас, благодаря ненависти, мы и сможем достичь любви. Как это происходит? Что делать? Это происходит только тогда, когда мы будем над нашим взаимным эгоизмом искать силу, которая может нас соединить. И мы эту силу определим. Наука Каббала говорит именно об этом. Как нам объединиться? Как достичь любви? Этот семейный кризис, который сегодня происходит, он не зря. Отторжение мужчин и женщин друг от друга – не зря. Обращение женщины к бизнесу, ко всяким успехам в нашей жизни, отторжение ее от семьи, от любви, от поиска своего любимого – не зря. Это все огромный один единый кризис для осознания, для ощущения этой взаимной ненависти, этого взаимного эгоизма, этого змея, гада, который между нами существует. И надо именно благодаря ему, этому змею, нам надо эту ненависть взаимную обратить в любовь. Вопреки этой ненависти восстановить наше соединение. Тогда оно будет называться любовью. Ведь чем отличается инстинкт от любви? У матери к ребенку мы называем это любовь, но это инстинкт. А любовь – это когда возникает соединение над отторжением, над ненавистью. Это какие-то психологические усилия? Огромные психологические усилия, но практически они только лишь для того, чтобы вызвать эту силу, потайную силу в природе, которая может нас объединить. Это очень интересный взаимный поиск в семье. Если пары бы занялись этим поиском этой силы, конечно, под руководством, но именно то, что мы должны раскрыть в Кабале для них, этим мы пока не занимаемся, но мы должны, в принципе, создать такое отделение, что ли, в нашей Академии Кабалы, которая будет развивать эту методику правильного взаимоотношения между людьми, доведения семейной пары до уровня любви. Ну, взаимная ненависть. Над изучением взаимной ненависти, всех отторжений, всех проблем, не скрывать их. Наоборот, по мере того, как мы можем над ними подниматься, пускай они появляются. И мы благодаря этому отторжению, отличию друг от друга сможем развить в себе притяжение и любовь. Вы хотите сказать, что в Кабале есть методика, которая поможет воплотить... В Кабале есть методика, и я надеюсь, что мы сможем это сделать, и это будет действительно обретением счастья. Мы созданы такими, что если мы достигнем такого состояния, мы будем ощущать это как счастье, как абсолютное наполнение. Если уже, может, продолжить, вопрос такой возник. Как так получилось, что это разделение, вот этот змей, понятно, этот эгоизм, он разделил как бы... Нас, я начал ощущать себя больше, чем другого. Ну, думать о себе и так далее, это как бы понятно. Заботиться о своих желаниях. А как-то получилось, что я ощутил себя в реальности, что существуют отдельно мужчины и женщины, вот есть вообще эти тела. Это заявляется следствием разделения. Это как следствие? Да, конечно, потому что в духовном, в наших душах, мужская и женская части соединены вместе, взаимно дополняют и работают вместе. Да, вот это я помню из тех бесед, вы говорили, что творение, творец сотворил творение, это как бы... Это не то, что он сотворил наши тела. Он не сотворял тела, а именно... Мужское и женское желание, это две силы. Мужское – это сила отдачи и женская сила наполнения. И эти две силы существуют и взаимно наполняют друг друга, дополняют друг друга, взаимодействуют друг с другом так, что порождают все время все новые и новые состояния, как бы своих детей. То есть, вы хотите сказать, творец не сотворил вот эти вот, не сотворил эти тела биологические? Нет, это все нам кажется только, что существует. Это все состояния кажется нам, что существуют наши физические тела, не живые, растительные, животные и человек, потому что мы именно отделили мужскую часть от женской. И поэтому в результате разъединения и отдаления этих двух сил друг от друга возник наш мир и все, что мы в нем ощущаем. Какая причина? Какова причина того, что я ощущаю себя так, что есть вокруг меня миллиарды людей, есть женщины, есть мужчины, есть какая-то моя женщина, с которой я живу. Для того, чтобы ты начал ощущать необходимость в соединении со всеми. Чтобы ты снизу начал возбуждать это соединение сам и подниматься. Я плохо понял. Если соединение, оно чувственное, оно в желаниях, в мыслях соединения, то зачем вот эти вот тела даны? Как это тело помогает мне соединиться с другим человеком? Если бы мы существовали в одном этом общем желании. Это тело, это не тело. Твое тело является нарисованным на экране изображением твоих эгоистических свойств. И весь мир является отображением твоих эгоистических свойств, как ты воспринимаешь все вне себя, отторгая это все от себя. В той мере, в которой ты начнешь складываться с ними в любви, ты начнешь ощущать, что они и ты одно целое. Причем не просто как одно целое мы как бы можем себе представить, ощутить. Ты сливаешься с ними вместе в одно общее целое. И пропадает наш мир из нашей реальности. И мы видим, что это была дутая реальность. Лживая реальность. Мы начинаем ощущать совершенно иную реальность, истинную, духовную. Где-то я потерялся. Давайте вернемся к постели. Я лежу в постели, возле меня лежит женщина. Да. И это кто? Это не женщина или кто это? Это мое желание? Это противоположное тебе эгоистическое желание. Поэтому и называется «помощь против тебя». С которым я должен объединиться? Это сказано было Адаму. И вот я создал из тебя, отделил от тебя, плоти кровь твою отделил от тебя. Целое метиллотав, целое это отражение, как бы цель, отразил от тебя. И это помощь против тебя. А эзеркин и кто? Вот так и сказано в Библии. Так что надо понимать, что все это является не более чем настоящим отражением твоих эгоистических свойств. И все эти 7 миллиардов тоже, которые вокруг меня? И все эти 7 миллиардов тоже. А разница между теми и вот этой, которая лежит возле меня? Это уже ближе. Это просто разные уровни, да? Разные уровни, конечно. Так же, как и вообще вся природа. Значит, это возле меня лежит мое эгоистическое желание. Твое эгоистическое я. Соединиться или, вернее, приподняться над ним или как? Приподняться над своим отношением к нему так, чтобы убить ее своей любовью. Убить ее своей любовью. А для этого надо быть очень мудрым и умным. Не просто расслабиться. Не просто уступать. Потому что ты здесь работаешь со своим эгоизмом. Ты должен видеть в ней свой эгоизм. Изощренный, жуткий, противный, наглый. Ну, во всех своих свойствах. Так мы учим из кабалы. Интересная картина. И так каждый человек по отношению к другим? И так каждый человек по отношению к другим. Это очень явно, ярко описал Баальшемтов. Что весь мир является моим отражением. Это мое зеркало. И мне только так надо его воспринимать. Интересно. То есть вы сейчас смотрите на меня, и я являюсь вашим эгоистическим желанием? Моим эгоистическим желанием. Отражением моего эгоизма. А вы моим? Да. Если бы этого не существовало, этого желания в виде эгоистического, оно бы существовало уже во мне. Окей, но я так не чувствую. Так для этого надо поработать над собой. И обратить эгоизм в любовь. Ну, и конечный результат, окей. Конечный результат, весь мир ты обнаружишь внутри себя. И дальше что? И в этом обнаружишь свое вечное существование. Потому что все, что происходит с нами плохого, это потому что все единое целое мы разделили на маленькие части. И поэтому постоянно устремляемся к смерти. вместо вечности. И весь процесс начинается с чего? С чего начать? Весь процесс начинается с возлюбия ближнего, как себя. Ближний начинается, я бы сказал бы, не с супруги даже, и не с детей, а с товарищей по группе. То есть по тому же устремлению к высшей цели. Потому что они тебя понимают. Они с тобой вместе. Они устремлены к тому же. И между вами есть тоже отторжение, ненависть, всевозможные препятствия. Вы тоже повернуты спиной друг к другу. Попытайтесь повернуться друг к другу лицом. Обняться, соединиться в одно единое целое. Внутренне, не просто внешне. И тогда вы начнете понимать, насколько это единение дарует вам высшую силу. И уже с помощью этой высшей силы вы начнете относиться и к более внешним, своим отображениям во внешнем мире. То есть к неживой, растительной, животной, человеческой природе, к семье, к родным, к близким, к дальним и так далее. И ко всему человечеству. Но у вас уже будет сила ваша общая, групповая, с помощью которой вы сможете уже реализовывать, исправлять свое отношение и к более внешним, с вашим пластам. То есть к внешней природе. То есть вы хотите сказать, что когда я смотрю на людей, которые окружают меня на работе, в семье, я... Это все части тебя. Я вижу их просто отвратительное, мерзкое такое поведение. Ну это же явно твой эгоизм. Я должен себе сказать, что это я? Конечно. Это твой эгоизм так их видит. А если бы это были твои любимые дети, ты бы их оправдывал бы все время. Ну почему? Я на своем ребенке вижу, как он вредный и непослушный. Значит, в этой мере ты ощущаешь его не как себя. Все равно ты бы пытался бы его оправдать. Ты бы относился, по крайней мере, к нему щадяще. Ну да. Но вопрос в том, как... К против матери. Она тебе скажет, мой ребенок, ну конечно, смотрите, какой он красивый, какой он умный, какой он... Она не видит ничего. Над всеми проблемами возникает любовь, которая покрывает все проблемы. Так я вот спрашиваю, допустим, увидел я это в других людях, допустим, какое-то там, ну, отвратительное качество, и говорю себе, это во мне такое, что дальше? Это отсутствие моей любви к ним. Окей, что дальше? Ну сказал себе. Я же так не чувствую. Я просто так сказал себе, потому что я услышал от вас. Нет, но все проблемы покроют любовь. А как я дальше продвигаюсь? Сквозь следующие действия? Значит, надо ее обрести к другим. Для этого надо увидеть, что ты с ними связан абсолютно полностью, в одно единое целое, что это части твоей души, которые находятся просто вне тебя. И как это увидеть? Как это увидеть? То есть попробовать в группе, тебе дана для этого группа, наша международная огромная каббалистическая группа, которая этим, в принципе, и занимается. Единственный закон, который есть в кабале, это достичь взаимной любви, взаимной связи друг с другом всех людей в мире, но постепенно от маленькой части, которая понимает, которая приходит к необходимости совершить такое внутреннее исправление, и до всего человечества. Вот так и действовать. В этом заключается вся методика реализации каббалы. Это не мистика, это просто исправление человека. То есть это не какая-то медитация, я не должен сидеть и думать, я должен его полюбить. Это реальная работа между собой при изучении системы, в которой мы вместе все находимся. Что мы изучаем в каббалистических книгах? Ту систему связи, которая между нами существует. Она называется мирой. От слова скрытие. Олама, алам. Почему скрытие? Потому что скрыта эта связь между нами. И мы ее должны постепенно раскрыть. Это и называется раскрытием духовного мира. Что значит раскрытием духовного мира? Раскрытием любви между нами, сети связи между нами, которая существует, но которую мы не желаем ощущать. Отторгаем от себя. А мы должны преодолеть свой эгоизм и начать эту сеть ощущать. И сегодняшнее все развитие событий в мире нас к этому подстегивает. Мы обнаруживаем связь между нами. Интернет нам в этом помогает. Мы понимаем, что без этого мы приходим к самоуничтожению. Вот мы находимся с вами в таком состоянии, в таком очень интересном поколении. Когда с одной стороны раскрывается методика исправления наших взаимоотношений. И с другой стороны раскрывается все, что разделяет нас между собой и приводит нас к страданиям. Вы считаете, логически это можно доказать человеку? Показать, как-то доказать его взаимосвязь со остальными людьми? Для меня это очевидно. Я пытаюсь сделать это очевидным для всех. Это непросто. Не хватает, конечно, еще сил, навыков. Не хватает, я бы сказал, музы, может быть, творческих каких-то успехов в этом. То есть всего-навсего вы хотите объяснить, что человечество, оно все взаимосвязано между собой. Если человек поймет это, что он зависит от других, то он начнет это изменить. То, что об этом пишется сегодня во многих научных статьях или комментариях и так далее, в аналитике, этого недостаточно. Написано и все. А я чувствую себя, вот я. И все остальное мне не важно. Вот я должен, кроме того, что я это слышу и вижу где-то там посторонними своими глазами, где-то от себя, я должен почувствовать это в себе. То есть на живом мясе, на своем я должен почувствовать, насколько на самом деле все зависит от моей доброй связи со всеми остальными. Вот когда я не смогу поднести к рту кусок хлеба, пока он не достанется всем остальным, я буду зависеть от них, пока я буду чувствовать, что во мне находится инфузия, и во меня капает живительная жидкость, которая меня оживляет, и она, эта жидкость протечет в меня только тогда, когда будут открыты все 7 миллиардов краников, которые держат все 7 миллиардов людей в мире. Вот тогда возникнет во мне огромное желание быть со всеми в любви и в близости, в состоянии поручительства взаимного, друг с другом. Но для этого мне надо почувствовать вот эту взаимную зависимость. К этому природа ведет нас. Вот этими сегодняшними всевозможными кризисами, раскрытием глобального интегрального мира. И конечная цель всего этого – почувствовать все это. Зачем? Чтобы мы вознуждались в друг друге, вознуждались в том, чтобы прийти к состоянию в излюбии ближнего, как себя, и в этом состоянии раскрыть высший уровень нашего существования. Следующее измерение – вечность и совершенство. Окей, хорошо, спасибо вам большое за ваши ответы. А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что все ваши вопросы вы можете задавать по адресу lightman.ru на личном блоге Михаила Лайтман. Спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!